Если вы, дорогие зрители, смотрели вместе с нами первый сезон Паримач Лиги, то должно быть вы помните, что когда еще турнир находился на этапе Раунд Робин и все команды играли со всеми, Virtus.pro потерпели всего лишь одно поражение. И поражение то они потерпели как раз в борьбе с командой Fly to Moon. Воды много утекло уже с тех пор, и Virtus.pro другие, и Fly to Moon другие, но факт довольно примечательный, особенно в контексте того, как Virtus.pro пока что выступают во втором сезоне. Это вторая Best of 3 серия, мы продолжаем для вас свою работу. Дмитрий Латухов, Куприянов, Сергей Смайл Ревин продолжают разбирать для вас драфты, анализировать игры. И сейчас мы будем наблюдать за этой игрой, которая станет экватором сегодняшнего игрового дня. Драфты пока на наших экранах не появились, коллеги в першоу коротко обсудили тот факт, что в команде Fly to Moon сегодня, по сути, две замены у нас. Вместо Наива и Илюжина сегодня будут играть Vitun и Aloha, которые, в свою очередь, покинули организацию Windstrike. Которые, в свою очередь, до этого играли в HellRaisers и тоже покинули. Да-да-да. Ну вот мне интересно ваше мнение, если оно есть, конечно, по поводу того, что в Windstrike произошло. Там распустили состав, там уволили тренера и уволили также еще и менеджера Dota 2 состава. Такая тотальная реформа, причем, которую предваряло формирование этого состава такое довольно основательное и долгосрочное. Арзика позвали, сказали, собирай кого хочешь, лепи из этого команду, у него не получилось. А вы, Дмитрий, у нас особо ярко. Я вчера красиво высказался в эту сторону. Да, вы, правда, успели уже это сделать? Ну да, вчера я прямо разносил. А, вы пришел там? Да, ну естественно, у нас был Митяй, который говорил, знаете, что многим командам нужно дать время, чтобы они сыгрались, чтобы они наблялись опыта. А вы знаете, потом, если они не сыгрались, то они кикают игрока и они заново набираются опыта. И дальше, естественно, это можно растягивать на 3-4 года, рассказывать своей организации, что мы без опыта, мы не сыгрались. Главное, чтобы вы бабки платили, а мы пока еще сыграемся. И, естественно, многим организациям это не нравится. Естественно, многие организации хотят видеть не то, что результат, они хотят видеть прогресс. А когда прогресса нет, и когда игроки, которых кикают из организации или которые уходят по своему, ну вообще, или там уходят по обоюдному согласию, проходят на мейджер, а организация в итоге такая смотрит, так, значит, у меня был игрок, я платил ему деньги, он от меня почему-то ушел, потому что кто-то сказал, ну пусть уходит, или он сам захотел. И резко он на мейджере, а я нет. И такие думают, такая думает организация, что черт возьми происходит, кому и зачем я плачу деньги. Видимо, им надоело платить деньги некоторым личностям, они решили, что пора завязывать с благотворительностью и действовать по-другому. Сереж, подобный мусс со стороны организации, как оцениваешь? Диме хотел сказать, что люди иногда просто не подходят к каким-то критериям друг к другу. Ну, все говорят, сыгрываться тут именно не в игре, потому что очень много там бывает игроков, которые очень круто в микро прекрасно понимают доту, но они просто не имеют химии с другими людьми. У тебя там некоторые люди, они бывают экстраверты, бывают интроверты. Бывают эксцентрики, очень тяжелый тип людей. Бывают очень тяжелые люди, и они просто, вот ты приходишь в организацию, да, ты очень крутой игрок, ты супер, там, молодец, ты можешь прийти, там, в чемпион интернешнл в прошлом сезоне был, и вот в сентябре месяце ты приходишь в коллектив. И ты просто не вписываешься в этот коллектив по состоянию себя, потому что ты не можешь вообще с этими людьми, но зато с другими ты можешь, и вот там вот у тебя игра там клеится. И это без разницы, там, как ты играешь и так далее. Тут именно не в сыгровке дело. Ты играешь каждый день матчмейкинг плюс-минус с одними и теми же людьми. Вот ты прекрасно знаешь, кто как играет. Там уже эта сыгранность, это не от этого зависит. Это именно зависит от химии человека между другими. Это Серега сейчас разносит всех тех, кто говорит, что нам нужно время сыграться. То есть он как бы, ну, по идее, ему нужно заумнить меня, а он овняется тех людей, которые отмазываются уже 10 лет, 17 раз. Да нет, тебя, по-моему, тоже частично. Не, конкретно, я тебе говорю про людей. Я тебе говорил про людей, которые рассказывают эти сказки, байки и все. Ну, окей, а сам... Я ни слова не говорил про то, что команду нужно сыграться. Хорошо, а по поводу слов Сережи, как бы ты согласен с тем, что он говорит? Ну, я как бы, если встаю на позицию того человека, который является организацией и платит деньги, ты можешь мне рассказать миллион историй, почему ты не можешь. Мне это неинтересно. Мне будет интересно рассказать одну историю, почему ты можешь. Ты читаешь, что... И мне интересен прогресс. Гресс. Мне интересно, где у тебя там новые люди, ты играешь все хуже и хуже, и хуже. Это мне интересно. Окей, ну смотри... А ты не можешь подобрать хороший состав без замены этого состава. Ты просто его не можешь сделать. Ты подбираешь какой-то состав, ты можешь ему дать 10 лет. Он у тебя может не сыграться как раз по тем же причинам, по которым я тебе сказал. У тебя просто люди не будут склеиваться друг с другом. А когда у тебя проходит это все через этот скаутизм, селекцию, когда у тебя постоянно идет вот этот отбор Дарвина, да, у тебя приходят все более-более крутые ребята, и ты из этого как раз-таки лепишь вот эту вот годноту, то рано или поздно у тебя получается состав хороший, чемпионский. Это, не знаю, вон, тебе Virtus.pro, те же самые, это пример. Они у тебя были сначала команды Vega Squadron, которая там пыталась что-то выигрывать, они выиграли там ESL One в Нью-Йорке, по-моему, 15-го года, они там забрали. Вот, потом из них там, из этого Vega Squadron уходит 3 человека. Кого-нибудь там, из Тёма от них ушел, и от них ушел, по-моему... Соло с No One. Нет, от них ушел All is Wanna Fly, и от них ушел Mag. Вот, у них остался костяк. У них остался костяк из трех человек. Это как раз-таки No One, это Соло, это... Господи, третий. Ну, допустим. Они подбирают Ramzesta, они подбирают, соответственно, Lila, его отобразуют, вот эту супер-мощную... Паш третий. Паш, конечно же. И образует вот этот мощный состав Virtus.pro, который в дальнейшем, вот прошла вот эта селекция, что они оставили там сильных, прошла эта селекция, у тебя какие-то там слабые звенья. Ребята, извините, я просто пример привожу, это не обязательно про Virtus.pro может быть. У тебя какие-то отпали слабые звенья, и у тебя там подбирают еще игроков, которые на данный момент более жесткие. И у тебя вот это постоянно так происходит. Почему Virtus.pro распались? У них тоже кто-то захотел уйти, и все, вот эта химия перестала, может быть, работать. Это постоянно происходит. У тебя постоянно процесс селекции идет. Если у тебя вот этот процесс селекции, он не будет идти, то у тебя у доты будет загнивание. У тебя просто будет стагнация, наоборот. И вот этот процесс селекции, он, наоборот, он двигатель прогресса. Ну, окей, чтобы закрыть тему Сунистрайка. Ну, вкратце, тебе лучше открыть команду УП, когда они собрались, и посмотреть первые турниры, которые они сыграли, и посмотреть на результаты. Ну, все вспоминают, что там они были не сам. Нет, все вспоминают, я это слышал, я потом открыл, и вот то, что все вспоминают, это одно. А то, что зафиксировано на действиях, это совершенно другое. Если вы откроете результаты команды Virtus.pro, которая собрала тот состав, вы неожиданно увидите, какие результаты они давали на своих первых турнирах, на которых они выступали. Хорошо, бок с ними с ВП, резюмируя ситуацию с Winstryk. Тот факт, что состав сейчас спустя полтора месяца расформирован, это получается результат того, что селекция была плохая. Правильно я понимаю? Я тебе на ушко потом расскажу. Ну, окей, хорошо. Ну, это Серега расскажет. Я считаю, что, как говорит Серега, ты не можешь собрать состав сразу. Ну, значит, Серега говорит Winstryk'у, менеджеру и тренеру, что ты не можешь собрать состав. Зачем-то вопрос... Я не говорю, что... Была такая фраза, что ты не можешь сразу собрать состав. Я не говорю, что ты сразу не можешь собрать. Бывает и такой момент, что ты можешь сразу собрать состав, и я говорю, что в большинстве случаев у тебя происходит то, что ты собираешь состав, и где-то вот у тебя что-то не получается. Где-то вот тут вот у тебя не сработало, тут сработало. И ты вот пытаешься постоянно вот этой селекцией, подбором новых игроков, найти себе вот этот оптимальный состав, где у тебя все будет работать гладко. Ладно, мужики, если надо будет, за кадром этот разговор продолжим. Перед тем, как героев обсудить, Flight to Moon в конечном итоге этими двумя игроками, которые из Winstrike сюда пришли, усилились, на ваш взгляд, как считаете? Ну, игратские сильные. Пошло на пользу. Ну, ребятки очень сильные. Учитывая, как Flight to Moon играли в последнее время, мы не знаем, пошло ли им на пользу. Пошло ли им это на пользу, мы узнаем после этого матча, потому что мы не ванги, которые могут прогнозировать, что произошло с игроками, что с ними пройдет в ближайшие триггеры. Это традиционный способ ухода от ответов, который вы, Дмитрий, в таких ситуациях используете? Послушайте меня. Это глупый вопрос. Ничего подобного. Вы можете оценить, Дмитрий, сильные и слабые качества двух игроков, которые пришли в состав. Я сейчас не прошу оценивать командную игру, потому что ее еще не было. Но вот были два игрока, Наив и Илюжин. На их места пришли два игрока, Алоха и Витюн. Стало ли лучше на бумаге? Эти два игрока сильнее, чем два игрока предыдущих. Как вам кажется? Если я буду знать, то, чем занимался вчера игрок. Может, не знаю, вчера бухал весь день, а потом решил выйти на турнир. И ты смеешься, потому что были у нас прецеденты, где похожая история была. Где ребята там тусили до часу ночи в одном интересном заведении, а потом резко выезжают на турнир, говорят, что что-то мы не в форме, мы сегодня проиграли сорян. Ну, смешно. Я понимаю, что ситуация смешная, но, в общем, так и было. Соответственно, мы не знаем всех данных и всех параметров об этих игроках, в какой форме они конкретно находятся сейчас. Мы, например, сегодня знали, что Team Spirit, отличная, сильная команда, которая вышла на турнир, имела суперкрутой пик, играли слабо. Играли настолько слабо, что они проиграли без шансов. А потом во второй игре, где у них, казалось бы, тоже такой пик более-менее, где нужно просто немножко потерпеть, сыграть Адефа, они проиграли за 17 минут. Откуда мы знаем, в какой они форме? А чем они занимались вчера? А может, я не знаю, там мультики смотрели, тусили везде, на штуки ездили? Или что угодно могло произойти? Мы не знаем это. Когда я буду знать все необходимые данные, когда команды будут открыты, игроки будут говорить, а что мы там вчера делали, то тогда, возможно, у нас будут все необходимые данные, для того, чтобы мы сказали четко, что да, Алоха и Ветюн сегодня развалят. Возможно, если это будет информация, мы это скажем. А ее пока нет, прошу прощения. Поэтому этот вопрос, он глупый, Дмитрий. Нет, Дмитрий, вы его просто опять переначали. Что? Нет, так же, как и вы. Этот вопрос глуп. Поэтому я прошу такие вопросы не задавать. Ну, просто, до свидания. Поговорим мы с вами, Дмитрий, за кадром. Поговорим. Алоха неплохой в форме. Вот в последнее время он смотрелся. Как раз его игры, вот это на четверочке, когда там бегал на тине том же самом. Ну, смотрится он неплохо. Именно в плане микро и в плане понимания, как двигаться по карте у него все хорошо. Как он опять же. Как здесь сложится у него в этом коллективе, посмотрим. Ну, общаются вот эти три парня точно классно. Это Айсберг, это Флай, это Алоха. Это, кстати, один из редких чисто украинских коллективов. Сейчас много постоянных миксов, а вот ребята прямо из одной страны. Современно украинские коллективы редко собираются. Полностью. В Винстрайках... Как и белорусские. Да? Флай, 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 тумон. Они все с Украины. И Витюн, и Алоха, и Генерал, и Флайчик, и Айсберг. В Винстрайках Алохи каждую игру давали тени, и пики были настолько ужасны, что фактически вся инициация была на четверке тени. В итоге, если игра не шла, если тени не выносил быстрый брендаггер, то в большинстве случаев Винстрайк просто не могли начать драку. Они просто не могли начать, как, допустим, не могли начать Team Spirit в прошлой игре. Соответственно, тогда Алохи было тяжело себя раскрыть, потому что драфты были так, что тени начни драку, у нас рекоры, которые смогут что-либо сделать, если ты красиво ворвешься. И здесь у Алохи есть шанс провести себя с лучшей стороны, потому что пики, они будут повариативнее. Там даже более глобально было, из-за того, что Алоха много выдвигался по карте и пытался помочь либо своей двойке на миде, либо триплу попытаться выиграть как раз-таки, на Витюну там сыграть на первой позиции. Он отпускал своего оффлейнера, и оффлейнер очень сильно проседал, Винстрайк очень сильно проседал. Это третья позиция, она просто вообще не игралась. Он бегал, там мог третьего, четвертого уровня бегать, когда у тебя вражеская первая позиция, там шестого, седьмого. Они просто продавали свою третью позицию в пользу второй и первой. И то не факт, что это как раз-таки очень круто отыгрывалось. У тебя твой мидер мог прям не суперсильно доминировать, а то, что ты помогаешь, свою первую позицию раскрываешь, у тебя там просто продавалась вражеская третья, четвертая, но у тебя прям супер какого-то буста из-за этого не было. А вот именно то, что ты свою трешку продал, там самые главные проблемы происходили. Окей, давайте о героях, Дим. Что мы здесь видим? Ну, я вижу широкомасштабный замес такой. С двух сторон. Так можно вообще сказать широкомасштабный? В общем, справа замес. Крупномасштабный просто. Крупномасштабный замес справа. Слева ультраганг. Слева будут бегать такие мышки по карте. Никс, Бестмастер. Они будут пытаться убивать людей один на один. И пока что математически ребята справа выигрывают. Математически все, что есть у виртусов, это винтерскюрс, виспа, которого должен убить гирокоптер. Это единственное, что сейчас хорошо смотрится для виртус. Алвах всегда был неплохим виспом. То есть, если брать конкретно 5 на 5, кабаны, некрачи, вот это все, оно просто улетает в один момент. Если гир нажимает на флэг, и тайтхантер нажимает на якорь плюс рэвич. Разворота попытка — это надежда высосать урон у гирокоптера. План хороший. Это, значит, попытаемся убить виспа и параллельно еще высосать урон у гирокоптера. Комбинация может сработать. И для этой комбинации нужно будет хорошенько поработать над виженом, чтобы бисмастер мог видеть или винтер верно нужную цель. Просто фиксируешь гирокоптера, и за это время у тебя, ну, макшеный, да, с садик ленка, у тебя просто высасывают весь демыш из гирокоптера. Ну, ульт виспа, винтерскюрс виспа, виспа будут бить командой, а гирокоптер теряет урон. Мысль хорошая, если вы. Учитывая, что есть бисмастер и справа нет какого-то мощного сейва, то всегда разор имеет возможность высасывать урон у героя, вообще в любой ситуации. Учитывая, что у райзера будет много зеленого урона, тайтхантер уже не так эффективен, поскольку все-таки он режет белый урон, но здесь героев с белым уроном мало. Единственное, кого хорошо напрягает тайтхантер, это бисмастер. Я бы Шторма убирал бы на месте ВП, потому что сразу видишь бодьку в игре, ты перебираешь его персонажей. Лина, Шторм, ну и пошли-поехали. Вот его классический набор, который, скорее всего, и появится опять же и в этой игре. И поэтому здесь у тебя есть такой герой, как Винтер Верн, против которого твоим с этим пиком драться не хотелось бы, потому что Винтер Верн очень комфортно здесь себя чувствует. Да, вот и Сэф тоже один из них. И ты Шторма хочешь, наверное, все-таки какого-нибудь убрать, чтобы вот этого у Винтер Верн не было проблем. Мы убрали Сэфа. И Лина, может быть, опять же, тоже против Винтер Верн хорошо работает. И вот у тебя сейчас этот пик очень хороший. Он тебе отрезает сейчас очень много персонажей. Убрал Сэфа, и еще ты интеллект персонажей не хочешь брать. Опять же, Лина страдает против антимага. Шторм, некомфортно себя чувствует. Многих мидеров закрыли, да? Ну, пул резанул ты айсберга чуть ли там не на процентов 75. Ну, я бы еще добавил, что пул был резанул, когда был Никс. То есть Никс, он тоже всех технических врубает. Здесь тяжелая ситуация, потому что, ну, два варианта. Отправляем гиро в мид, что он, естественно, делать не хочет против Рейзера, потому что Рейзером он накостыляет. И берем какого-то хорошего ловкача, который может убить антимага. Либо пытаемся найти мидера, который может и против Рейзера постоять, и антимага врубить. Таких мидеров мало. И это не милишник, это должен быть рейнджевой персонаж. Да. Милишник против Рейзера не стоит. Опять же, сейчас нужно вот это вот варьировать. Все, как Дима говорит. Гирокоптера в мидл. И ты под, соответственно, под виспа, а сейчас какого-то другого. Ну, вот Квапа, да. Ну, опять же, это интеллект персонаж. Ну, у них аутов просто нету. У них просто пул срезан. Процентов там на 99, наверное. У них просто единичные какие-то персонажи. Квапа, наверное, на 99. Ну, замес хороший справа. Прям такой замес мощный. Ну, антимаг солид, антимаг тут врубает. Я на вертых справа тоже. А я ни на кого, потому что справа early games, лево late game. Ну, да. Если доживут, то антимаг, ну, очевидно, что антимаг очень трудно. Вы, Дмитрий, на вариант ни на кого обладаете монопольным правом. Потому что, да, я без понятия в какой форме сегодня Virtus. Ну, да, классика. Может быть, Сергей шепнет не на ушко, чем они вчера занимались? Нет, Серега мне обещал шепнуть на ушко, поэтому... Сергей не особо общается с Virtus.pro. Уже нет, да? О, как, ну. Ладно, друзья, давайте коэффициенты от наших партнеров по рематч посмотрим. Перед тем, как передавать слово комментаторам, 1.22 на Virtus.pro, 4 на Fly to Moon. Разрыв значительно более серьезный, но оно и понятно, по крайней мере, на бумаге. Для вас продолжают работать адекваты Морталис. Передаем им слово и наблюдаем за второй Best of 3 серией сегодняшнего дня. А еще раз спасибо нашей студианалитике. Всем еще раз привет, друзья. У нас вторая игра, действительно. Не знаю, могу ли, можем ли мы вообще назвать эту игру матчем дня. Как по-твоему? Ну, вроде как Virtus.pro играют, да? С другой стороны. Я очень хотел предыдущий матч назвать матчем дня, но, опять же, с точки зрения того, что команда... По коэффициентам, да, там где-то рядышком стояли, и вроде не было серьезного фаворита, а по факту 2 за 20 и до свидания. Ну да, точно не матч. Может быть, следующий там тоже вроде как по коэффициентам, по оценкам букмекеров все примерно на равных будет. Ну ладно, об этом потом, друзья. У нас действительно Virtus.pro и Fly to Moon, и здесь можно ожидать результата 4, наверное, да, в этом матче. Как и победы сухие от той и другой команды, так и там какие-то боевые с выходом в третьи карты серии. И все может быть, зависит от того, насколько готовы сегодня Virtus.pro побеждать, насколько сегодня готовы Fly to Moon, с учетом того, что у них сейчас замена, стенд-ин. У них там вроде как официально числался парень с ником Illusion, теперь у них вроде Aloha Dance помогает им сегодня. На четвертой позиции будет интересно посмотреть, как они там найдут друг с другом связь, общение и так далее, смогут ли взаимодействовать. Хорошо. Пик неплохой, пик нормальный. Вчера показала одна команда, что с ВП бороться можно, они не бессмертные, они явно что-то пробуют на этом турнире, поэтому почему нет, бой давать точно нужно. У Fly to Moon не так много матчей сыграно, и заработать очки против ВП сейчас хотя бы там 1-2, это всегда круто. Надо вырывать победы, тут за каждую карту нужно цепляться. Да, у Fly to Moon одна победа запрещаемая над коллективом Cyber Legacy, бывшие 178-е, то есть два поинта они уже имеют. Virtus.pro отыграли уже три матча, фактически для них это сейчас Экватор, четвертая игра. Поэтому Fly to Moon все еще впереди. В общем, друзья, будем ждать старта карты, посмотрим. Вообще непонятно, в общем, чего ожидать от этих двух команд сейчас. Тут и Fly to Moon могут разорвать. И если уже возвращаться ближе к тому, что напикали обе команды, антимага задушить можно. Антимаг — это прикольно в лейте, но тут есть там Висбирокоптер, навалились с Клопой вместе, поубивали, несколько выигранных драг вначале, антимаг не камбэкает уже как-то, и вроде можно выиграть первую карту, поэтому в целом и пики даже боевые. Я бы, наверное, не стал вот такие жесткие кэфы раздавать, типа 1.22 на Virtus.pro и 4 на… Здесь только фактор имени, мне кажется, играет роль. Вот есть имя, есть игроки, тэг, и поэтому дают предпочтение такое. Ну, я тоже не согласен, что это 1.22, полтора, может быть, куда не шло. Ну да, у нас еще и опыт имеется. Да, вчера там тоже на форзов против Virtus.pro три с чем-то давали по коэффициенту. Ну, сами видели, чем это все дело закончилось. Вот, и сегодня форзы выступили тоже уже более чем достойно, две победы имеются. В общем, на это опираться точно, друзья, не нужно. Надо вот просто оценить первую карту, посмотреть, как там ребята будут отыгрывать, в каком состоянии находятся, в каком настроении. Продолжается ли вот этот вот мощный буткемп с точки зрения проб и ошибок стороны команды Virtus.pro, да, потому что там по заявлению своего соло после прошедшего виплей турнира он сказал, что мы там отправимся просто готовиться к мейджору. И в частности вот эти вот официалки на паре матч-лике для них тоже часть и элемент подготовки, где что-то можно оттестировать, каких-то героев попробовать. Но, как мы видели, не всегда получается в результате победы. Ну, вот она игра, собственно, друзья. Давайте, давайте приступать к ее просмотру. Зайца мы видим уже на Никсе, отправляется вперед, резолюшн там без мастера будет сложный. Противостоять им, конечно же, должны висеть герокоптер, да. Ну, аналитики подумывали о том, что герокоптера куда-то в центр нужно свапать. Решили Flight to Moon все-таки расставить героев более чем стандартным образом, отправив папу в ласт пиком в центр против Рейзера. Ну, кстати, хороший вариант, если мы говорим о тех героях, которые не особо боятся Рейзера, то вот, пожалуй, там какой-то Марс, Квапа, Пак, да, это лучшие персонажи, потому что могут просто отстать от Клинка. Ну, кто-то уворачиваться, кто-то просто отблинковываться в случае Квинов Пейн как раз-таки, поэтому выбранный неплохой. Плюс, ну, Айсберг, он сам по себе игрок такой, что вот он любит активных персонажей, да, его VR-ки там, его вот эти паки, его Квинов Пейнт, и все то, что вот идет на раннем старте, и на скиллухе можно задушить, можно переиграть. Поэтому я думаю, что более чем комфортно для себя героя выбрал как раз Айсберг в центр. Попробует продемонстрировать свой скилл против Вован. Довольно тяжело будет стоять на этой линии, очевидно. Очень придумает. Так, спаун баунтирун, давайте смотрим. Виск герокоптера потягивается отжимать. Здесь Генерал или Куман, кто кого перекликает? Куман, перекликал, хорошо. Забрал баунтирун, в итоге Алоха забирает, забирает Витюн и Куман Резолюшн. По две, по две баунтируны. Так, ну и вот она Хартлиния. Соло встречает уже на Винтерверне пятерки. Пачку крипов встречает даблоу флейнеров, Алоха Дэнс и Генерала. Вот она Алоха на Рубике, один из таких героев, на которых Алоха умеет играть лучше всех, на мой взгляд. Он прекрасно чувствует моменты, когда нужно что своровать, когда это использовать. Во всяком случае, вот моменты, когда у Алоха Дэнс прям самая максимальная была такая киберспортивная карьера, карьера игрока. Вот на четвертой позиции на Рубике он разваливал и смотрелся прям очень хорошо. Здесь попытка вспомнить Булое, что называется, продемонстрировать. Ситуация, конечно, сейчас у Алоха Дэнс не самая приятная, да, их коллектив дисбанднулся, их состав. Теперь нужно искать новый дом, новую команду, новую семью. Пока вот попробовать за Fight of Mons играть, посмотрим, как дальше будет. Сегодня у нас был анонс о том, что, кажется, из того состава Роджер, да, тоже будет. Сегодня у нас на паре матч-лиги, друзья, такой небольшой анонс. Следующий матч обязательно не пропускайте, потому что обновленный состав Hellraiser, насколько я знаю, будет Роджер за них выступать, это будет довольно интересно. Смотрим за паре матч-лигой, крутые матчи, крутой вечер, крутые игры, крутые команды, игроки. Матчи любопытные, они очень разные, я бы сказал. Последние два дня и прям совсем разные игры мы видим, и фавориты проигрывают, и команды, от которых ты ждешь побольше, ничего не показывают. Как-то прям результаты удивляют, так скажем. И сегодня вполне может тенденция продолжится, если Flight of Mons сумеют победу в серии одержать, то в ВП, по-моему, третье поражение, да, например, будет? Потенциальное. Третье поражение, там можно и за бортом топ-4 остаться, чего, конечно, ВП явно не хотят. С учетом того, что в этой круговой системе участвует 8 команд, то есть 7 матчей нужно сыграть, это четвертый матч для команды Virtus.pro, да, то есть уже золотая середина, выступив не очень удачно в трех. Ну, кто сказал, что другие тебе будут карты отдавать, оставшиеся команды. Там тоже будет война, там тоже будут запоинты бороться, поэтому действительно Virtus.pro надо было все-таки надежнее всего получить себе все-таки уверенное топ-4, да, чтобы пробиться на лан. Вот получил по поинтам уверенное топ-4, потом можно экспериментировать, потом можно уже там какие-то пики тестить, какие-то карты, может быть, проверять, как работать, не работать, альинная стратегия. А вот на данном этапе, все-таки, когда еще не ясно твое участие на лан-финалах, можно, конечно, и нужно, пожалуй, играть максимально аккуратно и максимально на победу. Чего мы желаем, конечно же, двум этим командам. Так, ну что, антимаг против Тайтхантера. Ну, вроде как Тайтхантер, конечно, дает анкер смеш и антимагу добивать худо, но Куман старается, Куман работает, 12 крипов у него уже имеется, неплохой результат на этой линии. Линия запушилась еще в том числе, вот свою вышку будет аккуратно добивать крипов. Все нормально. Ну, и Алоха Дэнс тоже старается делать какие-то отпулы, в общем, классические расклады у нас на линиях, каждый занимается своим делом, контактов нет. Ну, и вряд ли мы их с вами, друзья, увидим вот прямо сейчас, да, вот снизу или смогут убить те или другие, это большой вопрос. На топе есть вариант, конечно, что как-то там подставится висп, через подкоп, через кабанов можно будет замерить и убить флая, допустим. Ну, тоже маловероятно. Я, скорее, жду больше подключения героев центра, в частности, клопы. Клопа это тот самый активный персонаж, на мой взгляд, при удачном старте, хорошей, хорошему появлению повара пруны, там подъем в бутылку и можно заганнуть в одну из крайней линий, помочь своим хором. Причем, от Альцберга многое будет зависеть, я уверен. Ну, и Нован, соответственно, также может, если что, перетянуться. Антимаг, кстати. Он без блинка, кстати, и Кумана убивают. А вот так вот, не ожидал здесь увидеть первое убийство, но Куман ошибается и его убивают. Ответывает размен, флай или не будет, Заяц до конца. Нет, не хватает урона. 1-0, флай ту мун впереди, друзья. С учетом того, что на Антимага здесь большая ставка в этой стратегии от Virtus.pro. Герой, который умирать вообще не должен, можно максимально фармить, погибает первым. Причем, ты плюс ко всему подкачал Тайдхантера, Тайдхантер, я не знаю, через Солу Ринг, без Солу Ринга, Аркин Буцина, это ли никто будет приобретать. Ну, в общем, разговор о том, что генерал получает буст хороший вместе с Рубиком и, соответственно, убивать в следующий раз Кумана будет еще проще. Обновленный коэффициент от нашего партнера пари-мач, друзья, на первую карту. Ну, вот, пожалуйста, был 1.22 на 4, да, сейчас 1.33 на 3.15. То есть, вот, Феррис Блатт он дает о себе знать и там буквально единицу меньше по коэффициенту уже котируются ребята из Лайта Монт. Алоха без маны практически остается. Манга использует, пытается выиграть время, пытается уйти, но там, блин, слишком большой кулдаун сейчас имеет, поэтому никто за Алохой не погнался. Где Хилка Блау? Только вопрос в том, Алоха Дэнс перекликал Соло, Алоха! Ну и, конечно же, обязательно нужно типнуть, обязательно. Видимо, не было желания. Я думал, вообще Соло здесь пойдет за двумя. По итогу не взял ни одной. Винтерверно без сапога. Рубик на сапоге, там просто на ноге обогнал и все. Это не... не беря в расчет даже то, что у него имеется, как минимум, телекинезис, который может откинуть назад соперника. Поэтому так, красавчик Алоха, две баунти-руны. Ушел от атаки, захилился. Все круто сделал пока на нынешней линии. Ну, в целом, мы видим, что Flight to Moon старт задается. Пока шестая минута. Там Квапа сильно выигрывает, посмотри. Да, очень хорошо. Там шесть сотен золота уже и прогоняет Разора в лес. Вот такой неудобный персонаж. Ну да, действительно, попасть в этого героя, который бы хорошо отстоял и линию против Разора и при этом был бы на дистанции не так слаб против Никса, его было сложно придумать. Но вот решили взять Квапу. Квапа все равно против Никса не очень любит играть. Он хорошо ее ловит на Карапасе всегда через ее способности. И нужно будет Айсбергу крайне аккуратно играть в замесах. Но, тем не менее, это проще, чем взять героя, который еще и Разору линию проиграет. Ну, а здесь Айсберг может погибнуть, однако фраг он заработал. Это самое главное. Блинка нет. Пытается уйти пешком. Последнюю тычку. А нанесут ли ее? Блинк. Три секунды. Да, нанесут. И Тайтхантера, кстати, убили. Там соло фраг зарабатывает. Ну, хорош, да. То есть, казалось бы, вот при убийстве в соло от клопы Разор прям провал-провал для команды Virtus.pro. Но разменивается заяц, снизу делается убийство. Но Тайтхантере более-менее восстанавливают экономику, как минимум, ребята из Virtus.pro на старте матча. Да, нормально, нормально. Ну, но Ван теперь тоже тип Айсберг. То ли похвалил так, то ли усмехнулся по поводу того, что клопа не смогла уйти после этого убийства. Ну, уйти там было нереально трудно. Ник сам по себе герой быстро, он еще на сапоге просто догонял и бил с руки. 2-2. Да, пока 2-2, но все-таки на Творце чуть получше у коров Light to Moon будут. Мы видим, что Гирокоптеру не мешает никто. То есть, Бистмастер пытается скорее о своем фарме больше думать, нежели о том, чтобы Витюну помешать. И вот эта дабла, Висп Гирокоптер тоже может периодически включаться в драки. И они все-таки гораздо раньше могут драться, чем антимаг, но вот сейчас один из них может погибнуть, если не оба сразу. Нападают на Гира, пытается его хоть как-то спасать в Висп. Гира до сих пор живет и будет жить, и под вышку уже спрятался, и все, на этом заканчивается. ВП, фраг не заработали, отлично. Как же я обожаю эти моменты, когда мы фокусим керри под Виспом, а не Виспа. Это прям так мило смотрится. Причем, чем дальше, тем сложнее это будет делать. Ну, да. Но там еще сплинтер бластом, конечно, промазал соло, не отскочил бласт в итоге от Виспа Гирокоптера, чтобы нанести еще какое-то количество урона. Но получилось забавно, такое нападение, перетянули героя, скинули нюки, праймал рор потратили. Ну, понятно, кулдаун там небольшой на праймал рор, но все равно неприятно, фраг сделать не удалось. Ну, так-то, конечно, Висп, очевидно, ну, склеился, да, Гирокоптер под Виспом жил, конечно. Сразу уходит на стаки, Витюм, Гирокоптер ПТ, два Рейсбенда. Нормальный, хороший стат. В планах купить Дефижу Блейдс, кстати говоря, на Гирокоптере. Как же периодически этот предмет выстреливать, да, на этом герое, не все вспоминают, но когда берут, мне обычно везет, смотреть такие игры, что он побеждает. Ну, Интернешнл сразу вспоминает, конечно, на коллекте ПОДЖИТА. Ну, это одно из, ну, и после Интернешнл это брали, и это тоже работало неоднократно. Это ведь тоже Гирокоптер, который очень рано пойдет драться, он сам по себе, это персонаж, который может иметь хорошие способности, в отличие от антимага. А с диффузами, ну, сам Бог велел просто идти и драться вперед. А что еще делать? Фармить с диффузами долго, ну, для этого тогда можно поинтереснее предметы найти, ты молнии можешь те же взять и ускорить свой фарм. Все так, все правильно говоришь. Ждем активности от этого Гирокоптера. Ну, до диффузов еще, правда, дофармить надо. Между прочим, пока это просто фаз-закуп стоит, можно тысячу раз изменить свое мнение. Артик Берн от Соло, они находят соперника, точнее, видят только Лохо Денс на потягивается виспе Гирокоптер. Зайцы отзвонили, здесь так просто свою вышку, конечно, флайтуму надавать не хотят. Соло отрезан. В стороне Солнник. Вейв, проказ Ноуана и не хватает Айсбергу урона, что до страйки и скрим убегал, Айсберг все грамотно делал, антимаг. Ну, блин, кулдаун. Блин, кулдаун второго уровня прокачки. Хотелось бы дать Монавойд, это был бы 100% фраг, но блин к второму уровню. Ну, Айсберг переигрывает здесь очень серьезно Ноуана. 1200 золота, разница между ними. Второй фраг он делает в одиночку на нем. И Разор, как мы видим, из-под атаки-то уйти не может. Это ракета литит резолюшена, но тот уже далеко на хэгэ. Неужели пойдут? Они еще как-то, да, вышли, то, что уроны не контролили по итогу. Две баунти сверху забирают Virtus.pro, две снизу должны забирать Fly to Moon. По две там с мокти временем активируют ребята из Virtus.pro. Будет снова вектор атаки направлен на Always Mona Fly и на V-Tune. Вопрос, как зацепить только. Ну, через Primal Roar уже оттягиваются весь гирокоптер. Кажется, все поняли, все прочитали и просто уходят отсюда. Поэтому ВП больше ничего не остается. Надо пушить. Будут забирать пышку. Ответ на Fly to Moon тоже самое могут сделать либо в центре, либо на нижней линии. Ну, или все-таки подраться, может, на Туфе тоже. Хотят, не хотят. Будут, не будут. Там у Тайтхантера запас маны маловат. Снизу он стоит, у него рейвидж как таковой имеется. Но из-за того, что маны нет, прилетать на топ тоже нет смысла. Есть только там как-то, не знаю, виск. Манга, может, есть у него. Уже под первый рейвидж, кстати, можно пробовать подраться. Хотят или не хотят, просто в Fly to. Там Квапы еще нет ультимейта. Она еще львиную долю урона вносит. Тогда, может, стоит вышку отдать. Черт с ней. Ну, если разменивают, то почему нет? Не, размены не будет даже. Даже без разменов получается. Вверно в Соло обороняется. Тайтхантер может за Тауэр сейчас зайти при желании. Пока там катапульта работает. Нет, он пошел искать Соло. Куман в центре. Кумана с фармом тоже мы видим. Дела идут не идеально. 3,5к всего лишь. Проигрывает всем вражеским кором. И выгнали его с нижней линии. То есть Тайтхантер и там оказался мощнее. Какая крутая штука. Находится командой Fly to Moon. Первого тира. Это Royal Jelly. Так, релокейт. И соло подождите. Винтерскерс. Ой-ой-ой, как неприятно. Но не добьет. Не пробьет. Не пробьет. Не пробьет. И соло делает. И не убили квапу. Пока ВП выходы свои не могут реализовать как-то. И найти убийство. Так вот, любопытную штукенцию с нейтралов оттаскали. Royal Jelly, который должен, конечно же, поглотить Висп. Да, это сколько я понимаю. Дополнительный ХПМ по регену. Прям очень полезно. Второй, не знаю, кому-то пропьем. Второй можно Тейтхантеру отдать. С его ман-регеном достаточно низким. Ну или Гирокоптер Висп просто на 2-х заберут. Это вариант тоже. Так, ну что, вышку, да, будут разменивать все-таки снизу. Сейчас ребята из Fly to Moon с небольшой задержкой. Кстати, ВП готовы подраться. Но Ван уже подтягивается. Плазма Филд под двум героем. Колдаун под себя дает Виттеон. Но генерал впитывает статик линк. Урон очень много от Ноу Вана. Генерал на реведж тратить тоже нет смысла, конечно, в данной ситуации. Просто способность будет выброшена на ветер. Фраг сделали, вышку защитили. Нормально, нормально. С учетом того, что Виртус Про надо вот дождаться момента, когда Куман придет, всех развалит. Любое затягивание игры, любой выход удачный от Виртус Про это им, конечно же, большой плюс на перспективу. Вот она, перспектива в центре, друзья. Зовут ее Антимаг. Никнейм над Антимагом Куман. Доверять можно. Это мы уже видели, как Куман на Антимаге творит чудеса. Разваливает. Много-много-много людей. А, кстати, папа получил Ролджели. А ей на виспе второй Ролджели. Ну, круто. Гирокоптер продолжает фармить. Диффижил Блейдс у него на подходе. Все четко. Ну, ждем все-таки выпада теперь от команды Флай Туман. Все же уже имеется Соник Вейв. Соник Вейв, есть Реведж. Откатился Релокейт. Гирокоптер сейчас Диффижил Блейдсами будет. Будет. Можно прям на любую драку выиграть запас. С учетом таких вот. Величие таких способностей. Надо только придумать где. И как. Вот один минус, что эта драка может быть подряд только одной. Такой прям максимально сильной. Когда есть и Соник Вейв, и Реведж. Если нет пары этих способностей, то уже на порядок. Просто команда слабее в драке. Нет много урона. Нет контроля. И после такой драки, если она вдруг закончится хорошо, то проще будет выбирать время и место для фарма. И затем повторить через 2 минуты. Соло прям выполнил всю свою работу на нижней линии. До последнего защищал вышку. Когда понял, что защищать ее он уже не может. Он просто ее задонайл перед носом у соперника. То есть, поэтому ничего за дня не получили. И это круто. Это круто. Хорошая игра от Соло. На пятерке сейчас интервер не была. Так, забирается ванпост. Клопа все еще очень хорошо фармит. Поменьше пока активных действий от команды Floyd to Moon. Мы видим, да, не реализовываются их ультимейты. Там Айсберг только дважды Соник Вейв потратил там на Ноу Вана, чтобы его убивать. Ну все, пока релокейт. Опа, резолюшн. А тут Алоха Дэнс. Ворованный блинк от антимага. Но Праймал Рор и под бешеной скоростью Резолюшн пытается уйти. За ним летит Ракета. Ракету никто не сбивает. Но слишком далеко оторвался уже Бестмастер. И релокейт тоже ушел никуда. Как-то втроем даже близко не осилили Резоли. Ну и теперь просто отойдут фармить. В Гирокоптера еще немного. Клопа, наверное, тот герой, от которого ждем больше всего активности. Там нужно Сайленс купить в первую очередь, ворчит. И потом уже с этим предметом легко разбираться даже с антимагом, если будут его находить. Ну вот как-то невольно подталкиваем Flight to Moon вперед, да? Как-то чувствуется все-таки наличие антимага от команды Virtus.pro. Если же Flight to Moon хотят победить, то, по-моему, прямо сейчас нужно доказывать свою силу. Вот просто стараться убивать соперника, в общем, не давать фармить антимагу. Это было бы прям совсем прекрасно. Вот вчера мы смотрели на Челленджер Лиги, где с одной стороны ПЛ, с другой Рики. И ты ждешь, подгоняешь команду, идите, деритесь, не дайте ПЛ вынести слоты, иначе он вас победит. Здесь может быть что-то похожее. Так, Заяц. Интересный момент для инициирования. Но снизу, кажется, будет драка. Заяц понимает, у соперника здесь... В форсе драку здесь нет смысла, потому что заняты три героя Virtus.pro на нижней линии. Пытаются Алоху взять. Рэвидж. Одну цель только. И очень рано. Попа, правда, рядом. Герокоптер летит, висп за ним. Но Рэвидж уже потрачен. Только сейчас в погоне идут Fly to Moon. Боялся айсберг Винтерскерса, поэтому уворачивался, уходил подальше от своих тиммейтов. Но ракета летит, будет фраг спокойный причем. По-моему, мало они забрали за Рэвидж. Но пятерку. Пятерку, да, которую Рэвиджем даже не задели. Слишком долго там герои летели. И как-то втроем с Квапой лишь с одной опасно было, видимо, нападать на Увана. По итогу ВП, зная, что нет серьезного кулдауна, могут спокойно навязывать файт. Ну, как спокойно? Это будет не факт, что безнаказанно. Но пытаются, пытаются убить Рубика, убивают Рубика. В центре перехватом какой-то намечается, нет? Там Тайтхантер, а на хосте все-таки разор. И Тайтхантер он начинает... Айсберг, айсберг, чуть-чуть, чуйка, чуйка, медовая чуйка. Айсберг, прыжок, скрим. Ну, это прям прямолинейный был отход от Заяца. Заяц играл чуть интереснее. Он остался здесь, вообще чекает ситуацию, что происходит. Винтерскерс, теперь можно по таймингу дать подкоп. Уже, кстати, клинк есть. Там, правда, коллдаун. Какой удар, Заяц! Какой удар с Виндеттой! Ты против Поппы играешь, боже мой! Ну, за Типа Дяйца, конечно, но это второй раз уже. Первый раз он так, Рубика пытался поймать, который перед его носом сперва своровал блинку антимага. Потом ты решил дать удар подкоп, и ушел Лоха Дэнс. Мы не акцентировали на это внимание, но это все видели. Ну и сейчас, ну, вы сетапите себе стопроцентный фраг после Винтерскерса. Стопроцентный. Удар с Виндетты, ну, я не знаю. Вчера что-то похожее было в исполнении ВП. Там другие герои были, другие комбинации, но тоже они там сетапили себе выигранную драку с Дисраптором и Нагой. А по сути, не получалось. Паблики за это репортят, кстати. А здесь типают. Здесь типают. Ну, просто если ты доешь, да, сперва удар, и не попадаешь подкопом, это всегда немно. Да, хороший момент для Flight to Moon. Место убийства теряют трех людей. ВП сейчас и Flight to Moon действительно получают много. Из плохих новостей антимаг все-таки выкарабкивается. И вот уже третью строчку занимает, проигрывает немного. И с появлением БФ он все-таки побыстрее способен фармить, чем гирокоптер. И ВП ведь тоже торопиться некуда. У нас аналитики подмечали, что лейт в Virtus.pro им нравится побольше. Но это резонно, учитывая наличие антимага. Ну да, все еще надежда остается на Кумана, что он не испортит, да, всю игру. И на антимаге сделает свое дело, если карта будет все-таки затягиваться. Пока фармит, Dead Wars у него третий. Пытается догнать соперника, обогнать его, конечно. Последствия резолюши на топе находят. Есть уже сайленс у айсберга. Будет реализация этого сайленса. Телекинезис, ТП, резолюши. Взрывается. На самом деле у Flight to Moon сейчас все прекрасно. Великолепно. Единственное, что немножко дужки на Кумана не хватает, да. Больше внимания на антимага. Один-другой раз его там убить, и вообще все было бы великолепно у Flight to Moon. А так пока антимаг жив... А у него нет монтостайл, он уязвим. Очень уязвим. Один сайленс, а ты можешь погибнуть. Но в этот раз ударил и подкопал, но здесь просто. Здесь сетапа потрачения было. Да, просто-просто долкаст. 4К уже за командой Flight to Moon. Очень хорошо фармит Клопа, Герокопдру, Тайтхантера. Неприлично много, конечно, Пронкорс. И при этом суппорты тоже впереди. Если мы что относим с суппортом и соперника. У Алохи Дэнс много. Мы еще не видели полную какую-то комбинацию от Flight to Moon. Не было драки с Реведжем, с Соник Вейвом. Она может состояться. И ВП... Ну, далеко не факт, что там смогут выйти победителями. И сумеют как-то потерять минимум людей. Один раз хорошо ворваться. И помрут все. Потому что БКБ до сих пор разора нет. Хотя будет вот-вот. Антимаг, как уже отмечалось, пока все равно умирает легко, если попадает под контроль. Ну, и благо, что пока и не попадает под этот контроль. Просто фармит Куман. Его просто нет в драках. Аккуратно. Максимально аккуратно играет Куман. Старается не умирать. Старается много фармить. Естественно, антимаге больше ничего и не нужно. Ну, где-то вот на скрипте на Манта Стайл еще один слот купить какой-нибудь. И потом уже можно принимать части в драках. Flight to Moon. Он завоевывает Аванплост на 20-й минуте. Соло здесь. Подкоп хороший. Правда, телекинезис. Есть Винтерскеус. Герокоптер будет пробивать, собственно, в Виспа. Есть Татиклинг. Виспеет опять. Пошел Реведж. А БКБ Рейзер? А, да. Еще не прилетело. И уже минус 2. И дальше за Соло погоня будет. И Соло тоже здесь, по сути, должен погибать. Минус 3. Остальные разбегаются, разлетаются. Легко получилось, да, опять для... Поэтому... Ну, вот, пожалуйста, подрались. Два ульта потратили. Убили всех. И спокойно продолжают фармить. Здесь очень, конечно, не хватало БКБ на Рейзере. Вот вступили они в битву. Курьер на середине пути перехватил один из героев команды Fly to Moon. Чем-то там Курьер расцепил, и Курьер уничтожен. Сейчас Рейзер появится. Он все еще будет без Блокингбара, кстати. Это уже там 21-ая минута, 22-ая там, когда он себе принесет. Понятно, что тайминги просто ужасные. Натвор среди коров последний. Он у Вана. Но антимаг это время, естественно, потратил не зря. Яша куплен. Рецепт на манту имеется. Дальше Ultimate Orb. Этого мало. Этого мало. Даже если один антимаг получит свои слоты, то в одиночку крайне сложно будет что-то сделать. Разору еще набирать и набирать. Такой герой, который тоже в темп любит играть, как-то доминирует, когда у него артефакты появляются один за другим. А здесь совсем не ясно, что он будет по игре делать. Лишит урона гирокоптера. Окей. Во-первых. Во-вторых, не факт. Ну, там, знаешь, там сквозь БКБ нормальный гирокоптер пробить может. Все равно. И Клопасс Соник Вейвем даст хороший рассказ. То есть там БКБшка не факт, что это прям стопроцентная защита для Рейзера. Тоже такой момент. На топе что-то интересно намечается. Там какое-то столкновение. Митерхаммер по таймингу. Здорово. Виспа надо забирать. Вот теперь работа по виску. Хватит ли урона? Хватает урона. Но ведь он с БКБшкой. Зайца разменит. Резолюшн делает ТП. Ну, такие размены, кстати, более-менее сейчас для команды Виртус Про. Хотя бы Виспа убивать. За Виспа, если что, 405 голды накинуло команде Виртус Про. КП уже с БКБшкой. Гирокоптер очень богатый. Как же много денег у него еще с собой. Там 3000. Вроде бабочку обозначил. И там уже и антимаг с Разором. Но при наличии бабочки не так будут опасны. Пока свое не доберут. Ну, здесь мант оставил не за горами. Так, вот средними значениями. Разближается к ним. Но это все еще не какой-то великолепный фарм, конечно, антимага. Ну, естественно, там как-то в лучших ситуациях антимаги 20-е себе манту с БФ уже приносят. Да, там 20-е, 21-е. Здесь вот 23-е, пока манта нет еще. Ну, вот такие у нас коэффициенты от нашего партнера по рематч. На карту и ведут-то уже Fly to Moon. 1.35 на них. 3.05 на ВП. Все по игре, друзья. По игре 8000. Да, Fly to Moon взяли. Все в свои руки. Выигрывают каждый файт пока. Лучше фармят. И, ну, честно, с тем, что происходит от команды Virtus.pro, как они принимают драки, не принимают решения, как кликают на кнопки, Fly to Moon выглядит куда интереснее сейчас, чем ВП. Конкретно на этой карте. Ну, вот смог атака. Довольно важный момент. Давайте посмотрим. Был, возможно, колокумана, что он готов подраться будет, если что, с мантой прилететь. Но это все еще два артефакта. Антимаг, конечно, опасен, но он скорее опасен для каких-то суппортов, которые пострадали в драке. Он придет, антимаг, и добьет мановоидом. Вот скорее для таких вот ситуаций. Так, конечно, полноценно в драку 5 на 5 антимаг лезть, наверное, не будет. У него там 1600 здоровья, он очень слаб. Не дай бог, какой-то рэвидж зацепит, и все, там просто за флэг умрет. На варде вражеском сейчас находят, ребята, в ВП. Позиции в хорошие ВП, тем не менее. Рэвидж. Так вот, продают соло. Ну, рэвидж на соло, это хорошо для Virtus.pro, только надо отойти теперь. Если все уйдут, а вот вообще не факт, что уйдут на самом деле. Отправляют Ястреба, Ястреб сразу сбит. Плазмафилд наперед. Витюн есть Праймал Рору, Виспа, прыгает Куман. Праймал Рору во свет ворует, Алоха Дэнс и Соник Вейв туда залетает. Фокуса Паулу с Вану Флайо нет. У него есть Атом Мека, он выкиливает себя, но Ван под БКБшкой страдает, погибает. Ловит селикинезисом еще и бестмастера, это еще один минус. Всех поймали, всех комменти-мага, и Заяц тоже может пострадать. Заяц пытается уйти, застанил. Ну, только прятаться, только улетать, ну, куда-то улетишь от Айсберга. Айсберг без Паймал. Он уже на Викидсик стрике. Очень четкая игра от Алохи Дэнс, сейчас демонстрирует, насколько хорош его Рубик. Да, не сориентировал, своровал он. Возор в ПКБ просто стоял секунд пять, наверное. А с учетом того, что есть еще Аркен Супримаси, вкачанный на четыре уже от Рубика, то, сами понимаете, продолжительность этого стана, она какая-то просто нереальная. Из Охота Рошан команды Флай Ту Мун 9 тысяч преимущества, довольно легкий. Аеги сейчас достанется также этой команде. Ну, чуть ли вот не в одном файте от победы в первой карте находится Флай Ту Мун, могу так сказать. Потому что им все еще вот выиграть одну драку и сломать базу Супримаси. Потому что там уже будет преимущество просто каким-то катастрофическим для ВП, и камбэкать антимагу будет сложно. Но он один. Вот опять ситуация, когда он один, остальные вообще не успевают за ним. Драки проигрываются. Четыре в пять невозможно драться, четыре в четыре невозможно драться. Да вообще сейчас в ВП никак невозможно драться, пока у антимага не будет еще одного хотя бы лишнего слота. То есть, что он там себе выбрал башер, допустим. Опять этот башер ничего не меняет с точки зрения его выживаемости. Как-то незаметен в этой игре резолюшн, конечно. Вот мы смотрим, когда 0-3-3. То есть особо там убийств нет, ассистов мало. Ну, тут суммарно Витус Про пять фрагов всего сделали, да, о чем тут говорить какие-то, да, на что тут смотреть. Поэтому и бисмастер тоже на карте особо не появляется. Если появляется, то в качестве жертвы. Мы видим, как его убивают. Многие, конечно, переживали касательно состава Flight to Moon, особенно преданные фанаты там Флая. Как вот состав будет держаться без Семы. Все-таки это было такое ключевое звено в этом коллективе, когда Сему забрали в Na'Vi. Но вот мы видим, что пока все в порядке. То есть, играют ребята, обновили несколько свой состав. Тут пришел Витюн вместо Наивы Наиксер. Сейчас с Лилом играет, по-моему, если не ошибаюсь. На этой лиге тоже будет участвовать. Был иллюзиум какой-то, но вот сейчас Алоха помогает тоже. Очень хорошо получается поэтому. Антимаг. Виспа вгрызается, пытается его пробить. Но бегает Виспа, просто на ноге уходит. И Антимаг вынужден уйти. А вот сам Витюн Зайца сумел убить. Параллельно погиб также на Уан. Это, видимо, Клапа 5 постарался, да? Я смотрю, Соник Лэйвы нет. Нет-то. Айсберг там гоняет вообще оставшихся героев команды ВП. Где-то загоняет на периметр карты. Находится Далоха, Телекинезис. И Айсберг просто бьет с руки. Такие год-лайк уже. Хочется ультануть в Айсберга. Хорош. Но это только Еггис, да. И так же много урона получил Алоха. Вот сейчас можно с Кумона что-то придумать. У него нет маны. Вот сейчас будет на блинг. Вот отпрыгивает. Вообще-то Тайдхантер дэмэдж работает. С Дезолятором-то вышечки пробиваются. Владмир, Дезоль. Генерал там, конечно, супер-раскаченный. И Геррокоптер уже с бабочкой. Ну, честно говоря, вот да, вот с Дезолятором сейчас и вышки будут быстро падать. Ловит Никса, Плазмофилд от Рейзера. Контриницирует таким образом. Сломали Тер-3 в Лайф Томон. Ну, вообще, конечно, одним Тер-3 здесь ограничиваться не стоит. Потому что убийство Тер-3 в нынешней доте ничего не дает. У вас нет доступа к святыням, потому что святынь в принципе в доте нет. Так надо оставаться и добивать бараки. Так они и поступают. Ну, пятерка жива. Вертус Про давайте посмотрим, какой они нам Диффенс покажут. Подкоп есть. Дальше Метеор Каммера. Лоха Дэнс мешает или Кинезисом. Здорово. Ведь он разводит на БКБ, выбивает. Только пока ничего ВП не потратили. И вот все-таки флайтом он решает отступить. Там на перехвате, кажется, работает антимаг. А, он на перефарме работает, на перехвате. Это немножечко другое. Ой, выходит ВП очень опасно. Там есть реведж. Ну, гнать соперника, возможно, тоже не стоит, да? Потому что флайк Туманту могут развернуться. Они далеко не ушли. Они фуловые, там только ПКБ нет. И Соника. А сейчас Резоль может встрять. Просто Саленс. Ну, Колден Брейс похоронит Винтерскерс. Кует удачный дать. Вот Винтерскерс. Опа, Герокоптер, собственную Квинну в Пейн. И Реведж, но все равно Квапа умирает. Хороший Винтерскерс от Соло. Погибает Бисмастер, тоже сделает ББК. Будут раз в 4-5. Куман уже прыгает. Залоха Дэнс. Баш не срабатывает с первого удара. Подкоп от Никса пока шикарный. Прыгает дальше. Моношилд. Отличный минус на Рубике. Два минуса уже сделали. Прыгает, пытается теперь по флайву. Поработать нужно. Убивать в первую очередь, конечно же, Виспа. Соло дает Спринтер Бласт. Куман прыгает дальше. Его никто не бьет. Колден под себя. Витюн Баш срабатывает. Решили Герокоптера забрать. Куман прыгает и пытается Виспа взять. И минус 4 в исполнении Виртус Про за один байбэк от Бестмастера. Круто сыграно. И все за счет отличного сетапа от Соло. Этот Винтерскерс помог выиграть замес. Для команды Виртус Про. Ну развели. Развели. До последнего преследовали все-таки. И вот такую интересную позицию Соло занял. И сейчас есть время позабирать хоть что-то. Какие-то вышки, может быть, спушить. Затем отступить, дофармить нужные слоты. Очень много отыграли ВП. 15 тысяч уже проигрывали. И могут ведь найти кого-то еще. Тайдхантер не самая легкая цель. Но, наверное, для антимака уже по силам. И 65 секунд не будет его. Одна драка. Ну как же так? Вот так, поэтому развалились. Один Винтерскерс. И какие последствия? Моментальное наказание от команды Виртус Про. Теперь они сами. Они реально могут потерять сторону сейчас. Причем целиком. В отличие от самих ВП, которые сторону не потеряли. Ну да, Тайдхантер выкупаться не хочет. Но он выкупается. Диракоптер будет ждать спауна. А там ревейджа нет. Он не особо опасен, Тайдхантер. Но ВП отойдут. Они очень много отыграли прямо сейчас. При этом преимущество все еще сохраняется от Fly2Moon. 5 тысяч. Но это уже не те деньги, которыми владели Fly2Moon. Но буквально минуты ранее. 10 тысяч отыграть. Круто, круто, круто. На камбэках. Куман потом влетел. Собственно, после того, как Соло синициировал. И уже начал раздавать по саппортам. Антимаг уже силен, друзья. И вот его топовый надворост теперь будет устрашать. Команду Fly2Moon. Его артефакты, конечно, впоследствии появятся. Так что это демонедж у нас пока, да? После башера. Это МКБ просто. Просто МКБ, чтобы пробивать бабочку гирокоптера, судя по всему. Там МКБ будет, Abyssal Blade будет. Ну и Fly2Moon понимают, что положение уже критическое. Решаются на смок-вылазку. Находят только Соло. Винтерский Орстак. Блинк через 7. На ракету залетит раньше. Ракета 4. Ракета 3. Ракета 2. Соло впитал ракету и уже не уйдет. Ну знаешь, Соло опять максимум выжил. Он убил героя. Это нормально. Это круто. 2000 остается. Как же так? Ну вот, Антимаг ушел фармить. Разор ушел фармить. И все у них хорошо. Внезапно. Внезапно, действительно, все стало хорошо. Коман. Опа. Ой. 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 Айсберг. Ой. А ультануть, прыгнуть или без ультимейта? Даже без ультимейта и 80 секунд. 80. Идти ломать можно в таком случае. Как же так, Fly2Moon? Просто посыпалась команда, конечно. Нереальный кильт сейчас. Так вести. Потом они еще будут смотреть стату по этой карте. Они просто за голову будут хвататься о том, как они это смогли проиграть. Ну пока окей, еще не проиграли, друзья. Но вы видите, просто команда разваливается. Погибает где-то Рубик. Много ресурсов тратит на убийство соло. Дальше антимаг соло убивает Клопу, которая сама в него там фактически прыгает. Ну Айсберг, ну мы знаем, Айсберг любит играть с позицией силы. Такой игрок, он достаточно эмоциональный. И если у него все получается, он там тащит. Что-то не получилось буквально в команде. Какой-то небольшой разлад Айсберг может моментально впасть в тильт. И вот сейчас его мувы говорят о том, что он явно не в хорошем настроении. Прямо на кураже он иногда действительно может затащить чуть ли не в одиночку. Но вот сейчас, я думаю, настроение ухудшилось резко. Как и в целом положение команды Flight to Moon в рамках карты. Уже Virtus.pro впереди. Меньше тысячи по экономике. Но какого же антимага, друзья? Первый NetForce у Хумана. 22 тысячи практически NetForce. На графике интересно посмотреть, сколько времени прошло, когда отыграли в ВП абсолютно все. Три минуты? Три с половиной? Бам! Ну да, что-то в этом духе. Не дожали Flight to Moon, не дожали. Как тяжело будет сейчас. Но все еще шансы, конечно же, сохраняются весьма хорошие. Опять, одна хорошая драка со своими ультами. Если не убить антимага, то хотя бы оставить его одного. И работать можно. Вот Нувана, например, здесь, извините, ВК бета по аут. Рор Рубик своровать не мог где-то. Ну, ХД не дал сразу блинкать или Кинезис. Там, скорее всего, либо туман войны был, либо просто не дотянулся. И, соответственно, реакция от Нувана последовала моментально. МКБ нажал. Не поймали. Да, уж да, уж, друзья. Вот так вот. Казалось, все так просто. Коэффициент там был, напомним, 1.35. Любопытно сейчас посмотреть, как изменились коэффициенты нашего партнера париматч. Потому что все говорило о том, что Flight to Moon легко закрывает первую. А вот тоже оказывается, что нелегко и не факт, что закрывает. Атака в центре пошла. Снова подставляется Лоха Дэнс. Минус Рубик. Есть байбэк. Там скоро появится Рошан. Но тайминг хороший конкретно сейчас для Flight to Moon. Потому что в момент появления Рошана появится, скорее всего, и Рубик. Но, правда, чуть флай не подставилась. Тут Антимага. Антимаг покупает себе БКБ после МКБ. Крутые, конечно, слоты. А БКБ здесь неуязвим. Да, тебе не страшен теперь реведж. Это самое главное. То, что тебя могло задизейблить, застанить. То, на чем тебя могли подловить. Сейчас по КБ. Ну, вроде как выглядит, как будто Антимаг в соло. На самом деле, конечно, я бы сказал, что соло в соло. Вот я бы, в первую очередь, выделил пятерку. Давайте вспомним, как вот стадия Ленинга была. Вообще, с чего все началось? Один ультимейт снизу. Пять минут назад. И все. Один ультимейт. Один единственный. Ну, я вообще хотел в целом игру соло подметить на этой карте. Потому что, когда у команды все было плохо, он максимально отрабатывал на нижней линии. Денай вышки довольно важный был. Да, привлекал массу внимания к себе. Тем самым славая спейс для Нувана и для Кумана. Вот поэтому... Ну, соло, да, очень хорошо все сделал. Ну, и важный ультимейт. Важный винтерскерс, конечно. Казалось бы, вот именно такими способностями для камбэка обладает Flight to Moon за счет Sonic Wave и Ravage. Крутые ультимейты. Но вот именно один ультимейт от Virtus.pro. Такой хороший, глобальный. Но может решить исход этой карты. Так, ну что, 4 тысячи за Virtus.pro. И драка за Рошенов будет довольно ключевой сейчас. Ловят первым винтер Виверну. Куман прыгает по айсбрику. Баш срабатывает. Есть винтерскерс. Айсбр, кайсбр, к живи, ушел. Или нет, Куман до конца. И добивает вам. Пока бэй 10 секунд надо переждать. Потому что нельзя давать что-либо сейчас в антимага. Просто не получится. Убивают Виспа. Висп тоже погибает сейчас. Погибает Клопа без байбэка. Гирокоптера без байбэка. Два героя 80 секунд. Не знаю, что может помешать сейчас ВП выиграть игру. Разве что они сами не пойдут ломать вражескую базу. Но они действительно не идут. Они играют более аккуратно. Идут через Рошана. 1.2 коэффициент на Virtus.pro сейчас. Приматч 4.2 на Flight to Moon. Ну, мне кажется, это было за несколько секунд до этой драки. Сейчас они еще хуже стали. И здесь Flight to Moon безусловно уже в таком тяжелом положении. Тильте. Тильт может назвать тяжелым положением? Не безвыходным, кстати. Из Тильта можно выйти. Но это надо постараться. И не у всех получается. Ну, иначе... Ну, после того Винтерскерса, команда Flight to Moon прям вот рассыпалась на глазах. Вот просто рассыпалась на глазах. Все, они уже не знают, что делать. Они так и не поняли, что с этим делать. С одним этим камбэк... С одной этой камбэк-дракой. Ну что, Virtus.pro заходит по верхней линии. Ломать верхнюю линию прямо сейчас. Куман здесь. Активируется, конечно же, защита. Ждем 16 секунд для появления гирокоптера Queen of Pain. Там будет еще одна драка. Возможно, придется дождаться и генераловский реведж. Ну да. Оценили, насколько быстро Virtus.pro сносит верхнюю линию. Центра нет. Остается только низ. Останутся ли Virtus.pro или все-таки отойдут? Сейвов играет Virtus.pro. Да, никто так просто на хайграунд не полеет сейчас. Карта настолько близка к тому, чтобы ее забрать, что распрощаться с ней не хочется. Как-то очень обидно, подставившись, например, снизу под комбинацию способностей от Fight to Moon. Поэтому будет набирать еще свои слоты какие-то. Допустим, там, Кирасу доберет еще. Ноубан станет крепче, есть у него Сыр, есть Хелберт, есть БКП-шку, уровень 20-й. Антимаг себе что-то еще, возможно, хочет добрать. Условно, Эбисал, по-моему, у него не было в прошлой драке еще. Ну и где-то там, вот таймер окончания Егиса. Нижняя линия, та самая финальная драка, которую мы должны будем посмотреть. Ну, Кираса, вот она уже почти готова. Осталось ее только купить. Эбисал есть. Дальше бабочка. Левел 27 у Кумана уже. Нормально. А там 25-й есть у одного героя, нет? 22-й герокоптер, 5 левелов отстают. Ну, вот она надежда команды Flight to Moon в быстром закупе у Витюна. Это рапира, естественно. Только она. Но до нее не хватает очень много денег сейчас. Когда скинуть Рейсбэнк, еще можно будет, но все равно. Туда же на демо-нет пока не хватает. А Куман уже заходит по нижней линии, начинает пить р3. Он с ДД, ему надо мешать, иначе он сломает просто вышку за несколько ударов. Крапейс от Зайца ловит герокоптера. Эбисал плейд на герокоптер. И рядом Виз подтягивает, конечно, что не успевает. Флай. Герокоптер просто сдулся. Погиб. Есть Соник Вейв. Но герокоптера не вернуть. Гудгейм, Велплейд 1-0 за Виртус Про. Как-то больно было смотреть на Flight to Moon после одного единственного ультимейта от Соло. Они реально были в шоке от того, что произошло. Да, все в шоке были. 15 тысяч. Две минуты, остается пять. Еще минута, ВП уже ведут. И такое тоже бывает. Очень обидно за команду Flight to Moon. Главное не падать духом и на вторую карту выйти вот с таким же настроем, как на первую. Потому что если они с таким же сейчас настроением продолжат играть, то может закончиться все еще быстрее и уже без интриги. Карта была почти в кармане. Flight to Moon немножко не хватало. Но Виртус Про – это самое главное, что стоит подметить. Соло отыгрывал с самого начала до конца свою игру. И в итоге сделал то, что он должен был сделать. Куман сделал то, что должен был сделать. В общем, ВП в итоге победили. Друзья, как победили – это вопрос другой, который будут обсуждать сейчас наши аналитики. Чем дольше продолжалась эта карта, тем меньше места оставалось в багажнике машины Кумана. Он все набивался, набивался. И в итоге все пятеро были увезены куда подальше. Вот так вот, друзья. С этим парнем лучше не шутить, поэтому я сразу извиняюсь за эту подводку от греха. И обсудим первую карту. У тебя как бы аутов уже нет. Все, да? Ну, ладно. Однажды, кстати, мне даже извинения не понадобились. Видите, живой, до сих пор здесь работаю. Может быть и в этот раз пронесет. Хотя не буду загадывать. Тебе еще и от Зайца прилетит. От Зайца? А от него что? Который перевернул каточку, а ты весь хайп отдал Куману. Ну, так почему? Хвалил бы его в своем этом. Да? Ну, да давай ты похвалишь. Момент будет. Там похвалим. Момент, хорошо. Сколько у нас моментов? Просто я не уловил... Я уловил. Один. Один. Окей. Ну, давайте когда этот момент покажем? Он потом будет. Попозже, хорошо. Вся игра клеилась на гангах одного человека, одного-двух персонажей. Вот происходило все со стороны Flight of Moon. По одному убивали, 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 наращивали преимущество. Но не трогали кого? Не трогали антимага. Убивали там бисмастера, убивали там ловили. Эникса ловили. Рейзера там разочек поймали. Вот такие киллы по всей карте происходили. Но после этих киллов прогресса не было. Ты делаешь килл, ты не забираешь ничего. Да, ты там первую линейку Тауров убил. Там один Тауэр из Тир-2 забрал. Рошану ты не забрал. Соответственно, если ты Рошана не забрал, ты не можешь заходить на хайграунд. И в один прекрасный момент этот антимаг выходит, которого ты на протяжении всей игры не убивал. Да, у них были проблемы там у команды Virtus.pro на линиях серьезные. Ну, квапа Рейзера доминирует, как ни крути. При равном скилле проблем были у антимага, потому что трудно ему на этой линии стоять. Ну, вся надежда была на лейт, до которого они дожили. И до того лейта просто не доиграли Flight of One. Звучит вообще как самый классический сценарий развития подобной карты. Да, да. Самый классический вот расклад, как могло здесь произойти. И как мы делали ставки на лейт. Ну, на антимага делали ставки, да. То, что он сможет всех там перекрыть один в пять в лейте. И то, что у тебя просто юзаются два ультимейта от Винтерверной и от Бестмастера. Если ты даже убиваешь этих героев в Винтерверну, она завязала ультимейта и убила, она байбэкнулась. Вот, в принципе, опять в Винтерверну. Она ничего не потратила. Но антимаг тебе просто ходит и режет один в пятерых. Дим, тот момент игры, который ты выбрал, это как раз та ситуация, в которой игра и перевернулась. Правильно я понимаю? Ну, да. Давайте его посмотрим сейчас. Заодно Дима прокомментирует. Ну, преимущество, там, у Flight of Moon было такое приличное 14 тысяч голды. Я бы сказал, что здесь им нужно было игру заканчивать, поскольку у них были для этого все необходимые ресурсы. Но, вот вы хайпили-хайпили антимага, а я скажу, что эту игру перевернула Винтерверна, которая вот дала сногрошибательный ультимейт в Queen of Pain. Queen of Pain, героя топ-2 на трасс на карте, моментально убили, байбэкается без мастера. Да, по итогу, Flight of Moon остались без кора. И мы понимаем, что гирокоптер один против антимага и рейзера, здесь ничего не сделает. То есть, в принципе, ну, я нисколько не умоляю за слуг антимага, что, в принципе, был антимаг, пикнут. И он, конечно же, большой молодец, он фармил-фармил, а ловить его здесь было очень трудно такими героями. Но я считаю, что MVP этой карты, это Винтерверна, которая... Также, прошу прощения, Зайц играл на Никсея, а Солоч играл на Винтерверне, то есть соло перевернул игру. Ну, здесь MVP был Солоч, который в нужный момент одной кнопкой устроил решающий замес, выиграл решающий замес. Да. Ну, а дальше там, ну, сколько они сразу разом там 7 тысяч отыграли, пока те в таверне сидели, там еще 2-3 тысячи, и как бы у тебя графики уже в нуле. И тут уже антимага ты никак не пробьешь этими персонажами, но они его не убивают. Ну да, и здесь видно на лицо, что вот такие герои, как Гира, коптер, Квиннов, Пейн, они вообще ничего не делают антимагу, поэтому пик Квиннов, Пейн, он был слишком авантюрным. Это был 100% риск, поскольку если Квиннов Пейн не заканчивает игру ультрабыстро, и она допускает хотя бы одну ошибку в игре, все, ей конец. Но это был, выражаясь языком Хардстоуна, предсмертный хрип, мне кажется. Там же мы как раз обсуждали, что очень многие герои Айсберга перекрыли, да. Ну смотри, Шторма ты можешь взять, но опять же, Шторм против Рейзера, потому что Шторма будет проблемы. Квопа у тебя хоть, она доминировала, этот лайн, она доминировала и довольно-таки серьезно доминировала. Два соло-кила, которые он на нунчике сделал, потом он, ну, карту тоже неплохо там погангал. И, ну, ты не назовешь такого героя, который был бы лучше в Квиннов Пейн, скорее всего, против Рейзера в этом лайнапе, и при тех забаненных героях, которые были в бане Virtus.pro. Ну да, то есть, если бы был Китай, там бы там Dragon Knight и всякие начали выкатываться кунки, но это уже совсем другой регион, а совсем другие пики, соответственно, китайцы даже кунку против этого ставили, против Рейзера и даже против, в общем, они вот этих героев против любых героев ставили, им главное, чтобы они в мидгейме были полезны. У нас другой регион, у нас другой стиль, соответственно, здесь они отталкивались, ну, выбирая меньшие там из двух или трех зол. Мне больше нравился вариант, где они бы ставили гирокоптера в мид, он бы просто страдал, но у них хотя бы появился в этом случае аут на лейт, чтобы появился кор, который способен убить антимага. А так они сами себе перекрыли кислород после, там, 35-40-го имена. Одно не факт, что доминация была бы на верхней линии, где ставил гирокоптер с виспом. Да. Нам показали сравнение саппортов в Виверне и виспа. Не могу обойти вниманием тот момент, что в инвентаре у Виверны были Кристаллис и Орчет. Ну, это классик уже. Это классик, наверное. Да? Да. Окей, все. Тогда вопросов нет. Тут не стоит даже вопросов задавать. Где-то сам не досмотрел, получается. Все, друзья, будем уходить на паузу перед тем, как мы прервемся ненадолго совсем. Хотел напомнить, что продолжается розыгрыш бюджетного косплея. Принимайте в нем участие. Не вижу поводов этого не сделать. Может быть, только если у вас кризис идей, но его не должно быть. У нас иногда бывает кризис идей, но это нечасто происходит. Рухап и париматч — это хэштеги, с которыми вы выкладываете свои фотографии бюджетного косплея, сделанные на фоне нашей трансляции в социальную сеть ВКонтакте. Мы сегодня, под конец дня, уже в пост-шоу это произойдет, смотрим ваши работы и определяем будущего обладателя этого замечательного игрового коврика от наших партнеров магазинов Рак Стор. И если вы кликните на баннер в описании нашей трансляции, кстати говоря, то вы узнаете, что в магазине наших партнеров вы можете получить скидку 10% на весь ассортимент по промокоду париматч. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ну и оставайтесь с нами, потому что впереди вторая карта, второй Best of 3 серии, ее нельзя пропустить.